Под кайфом родился, под кайфом крестился, под кайфом пошёл воровать. Под кайфом ловили, под кайфом судили, под кайфом пошёл срок отбываааать. А я-то думаю, что я засмущался, я просто слегка не при параде. Но так повезло, что я тебя увидел. Здравствуй, родная, здравствуй, ждулька. Здравствуй, серьёзочка моя. Здравствуй, моя хорошая. Вчера приснился сон, как мы идём с тобой по коридору нашей квартиры. Я сразу не нашёл работу, но мы на тебя оформили лям кредита, чтобы жизнь сладкой сразу не казалась нам. Ну, я надеюсь, ты услышишь меня и поставишь ту самую заветную подпись в бумажечке. Свидетельство бракосочетания, и мне станет меньше срок отбывать. А я с кайфом с тобой буду как можно больше времени проводить. Ну, а чтобы ты не скучала и не скучал, может быть, тоже ждёшь? Немножко жарко. Просто стесняюсь спрашивать, найдётся ли у тебя время поставить лайк и комментарий этому видео, конечно же, потому что это очень помогает нашим роликам. Второй сезон, пятая серия, ждуль. Устраивайся как можно удобнее, приятные люди. Мы начинаем новую серию. Погнали. Меня зовут Ольга Шершнева, мне 38 лет, и я ждуля. Ольга живёт в городе Псков. Она работает продавцом в магазине разливных напитков. График 5 дней в неделю по 12 часов. Зарплата 38 тысяч рублей в месяц. Женщина живёт в двухкомнатной квартире... Ну, ей сама судьба велела как бы неприятных типов притягивать с учётом профиля её работы, скажем так. Вместе со своей младшей дочерью Амалией. Ей 8 лет. С отцом Амалией Ольга развелась два года назад. Мокросто ловится. Молопочка. Аккуратненько, ты же девочка, леди. У Ольги есть ещё старшая дочь Кристина. Ей сейчас 18 лет. С 12 лет она живёт с бабушкой, мамой Ольги. Когда женщина вышла замуж за Геворга Геворгяна, отца младшей дочери Амалии, Кристина не захотела жить с отчимом. Я её не понимала, почему она уехала. Он хороший человек. Он целыми днями работал, он зарабатывал. Такой хороший человек, чтобы чему-то развелись. Мам, мне не нужны эти деньги. Мне твоё внимание нужно. Это очень тяжело, сложно. Мне её очень не хватало. Маму Ольги зовут Елена Шершнева. Она всю жизнь проработала технологом на Псковском электромеханическом заводе. С отцом Ольгой, Сергеем Шершневым, мама развелась, когда Ольге было 12 лет. Семейная жизнь родителей, воспоминания, ну, не очень хорошие. Папа маму бил. Большую жизнь он пьянствовал. На фоне пьянки он маму избивал. После развода отец Ольге алименты не платил. А зарплаты матери едва хватало на то, чтобы прокормить двоих детей. Я вообще не знаю, в то время хоть один батя алименты платил. Мне кажется, когда это были, 80-е, 70-е? Мне кажется, у них это был какой-то прикол. Типа, что? Это что-то настоящий, что за слово какое-то? У Ольги есть старший на 3 года брат Сергей. Мне с детства не хватало маминой любви, заботы, ласки. Она тратила свое время на работу, чтобы нас прокормить. Я с самого детства себя чувствую брошенной. Здрасте, уже выросла, блядь. И что, теперь сразу к зэкам надо идти? В 14 лет Ольга, чтобы помочь матери, устроилась работать продавцом бытовой химии на местный рынок. Финансовое положение улучшилось, но успеваемость в школе ухудшилась. Из-за работы Ольга... Где-то прибыла, где-то убала. Упа-па-па. Ольга начала прогуливать уроки. А после 8 класса и вовсе решила бросить школу. Она так и не получила аттестат о среднем образовании. Я очень сожалею, что она не получила образование. Может быть, настояла бы, она пошла учиться, и другая жизнь у нее была. Я всю жизнь работаю в торговле. Профессию я эту выбрала, потому что не получила образование. Не берут никуда. В 17 лет Ольга познакомилась на рынке со своим покупателем Денисом. Ему было 20 лет. Молодые люди понравились друг другу и начали встречаться. Спустя 3 месяца отношений Ольга узнала, что беременна. В 2003 году у пары родилась дочь Кристина. С рождением ребенка отношения молодых людей начали портиться. У него на первом месте постоянно стояли друзья. В один прекрасный момент прихожу домой. Один из пьяный, Кристина с ним маленькая. Тоже пьяная, блядь, что вы? Я собрала вещи ребенка и ушла от него. Последний раз... Ну, это правильное решение. Пока у нас женщина, скажем так, достаточно делает, ну, правильные шаги. Маме было тяжело. Пошла, помогла ей. Влюбилась. Родила. Замуж вышла. Увидела, что муж проебывается. Ушла от него. Где-то самое ответвление. Он видел Кристину, когда ей почти годик было. Никак не поддерживал отношения. И денег не давал. Ольга, расставшись с Денисом, вернулась жить к маме. Она устроилась в продуктовый магазин в ночную смену, чтобы днем заниматься ребенком. В 2012 году Ольга познакомилась с Геворгом Геворгяном, который моложе ее на 5 лет. Они начали встречаться. И через два месяца жить вместе. Спустя три года совместной жизни у пары родилась дочь Амалия. Ну, тоже. Все по полочкам. Да, он узнал, что я беременна. Он сразу же предложил мне выйти за него замуж. В 2015 году Ольга и Геворг поженились. С тех пор старшая дочь Кристина живет со своей бабушкой. Супруги прожили в браке 7 лет. В 2022 году Ольга приняла решение развестись с Геворгом. Он меня давил, задавливал. Постоянно меня контролировал везде. Говорил, что мне делать, куда мне идти. Геворг не хотел... Ну, такой типаж мужчины, что ты хотел. Ты же прекрасно понимала. ...тел отпускать Ольгу. Пару разводили через суд. Только спустя полгода бывшие супруги смогли наладить отношения для того, чтобы совместно воспитывать дочь. Каждые выходные мужчина забирает к себе Амалию. Геворг до сих пор свободен. А Ольга 8 месяцев... Потому что любит и ждет. Интересно, как Геворг отреагирует, когда узнает, что его бывшая жена с его дочерью строит отношения с заключением. Интересно, какая статья будет у него. ...назад познакомилась с новым мужчиной. Анастасом. Он моложе ее на 4 года. Я люблю тебя очень-очень. Целую девочку. А еще я хорошо ломаю головы. Как арахис. Или как ветский орех. Ха-ха-ха. Я тоже тебя люблю. Ключаю, я люблю. Мне пока тебя никто не нужен. Я всегда тебя буду любить. Я вообще благодарен Богу, что ты у меня есть. Ольга познакомилась с Анастасом в социальных сетях. Мужчина сразу же рассказал ей, что находится в тюрьме. Но ее это не смутило. Сразу же признался. Да, я сижу. Он мне понравился. А как было сообщение? Не привет, как дела? Привет, я сижу. Как ты? Всем. Отношение его ко мне. Как он мне говорит какие-то либо слова. Анастас Ильясов отбывает наказание в исправительной колонии номер один во Владикавказе. Он осужден на 3 года сразу по нескольким статьям Уголовного кодекса. 139-й – незаконное проникновение в частную собственность. 166-й – угон транспортного средства. И по статье 112-й – причинение вреда здоровью средней тяжести. Мужчина, короче, куда-то зашел, дал кому-то пи***, сел в чужую машину и уехал. Мужчина отсидел уже 2 года. В какой-то момент, когда мы с ним разговаривали, я ему предложила, давай, я приеду к тебе на длительное свидание. Он согласился. Длительные свидания могут предоставляться не родственникам заключенного в индивидуальном порядке по согласованию с администрацией исправительного учреждения. Ольга написала заявление на имя начальника колонии, где отбывает наказание Анастас. Так как у мужчины примерное поведение и нет взысканий, руководство ответило согласием. Три дня Ольга и Анастас провели вместе. Он мне при встрече сказал «Привет, малыш!» и обнял сильно. Он на свидание все сам готовил. Он сказал «Малыш мой, отдыхай». Потому что к нему в гости пришли, скорее всего. Хай, я для тебя все сделаю. А спустя два месяца после длительного свидания Анастас предложил Ольге выйти замуж, не дожидаясь его освобождения из колонии. Ах, ну тут уже становится жарко. И мы к этому подготовились как следует. Ну что, погнали. Я честно оболтела. Я люблю этого человека. Но я не знаю, как отреагируют близкие. И зная свою дочь Кристину, я боюсь очень сильно ее реакцию. Старшая дочь Ольги, Кристина, в этом году заканчивает школу и планирует поступать в ведомственный вуз. Сразу. Если мама заведет отношения, точнее, как заведет отношения? Если мама, даже если возможно заведет отношения, там как смотрят, как будут пробивать. Но если мама поженит, точнее замуж выйдет за этого человека, там уже все. Там поколение за поколениями проверяют. Минимум два или три, что ли, точно. Сидел, не сидел, судился, не судился. Все вот это. Ольга переживает, что если она выйдет замуж за человека, который отбывает наказание в местах лишения свободы и осужден сразу по трем статьям, Кристине могут отказать в поступлении. Моя дочь Кристина мечтает поступить в университет МЧС на высшее образование. И я переживаю, что если я выйду замуж за зэка, я испорчу ей карьеру. Не надо переживать. Нужно просто за него замуж не выходить. Если у вас любовь-морковь, так сказать, просто жди его. За хорошее поведение, может, пораньше освободят его. И все. Пусть дочка строит свою жизнь спокойно. Если ты свою жизнь как бы хочешь ломать, пожалуйста, детей не нужно. Ты уже достаточно взрослая. Разобраться, как совместить личную жизнь и счастье дочери, Ольга Шершнева обратилась в проект «Ждули». Старший брат Ольги, Алексей Шершнев, в 14 лет был осужден по статье 158 Уголовного кодекса «Угон транспортного средства». Он украл из гаража мотоцикл. Учитывая возраст и личную характеристику, ему тогда дали условный срок. Несколько лет назад его дочь поступала в ведомственный вуз, но из-за судимости отца ей отказали в поступлении. Вот да, ошибки молодости отражаются на твоих детях. Кошмар. А это в 14 лет. Не знаю, могли бы и договориться, наверное. Поэтому Ольга обращается к брату за советом. Стоит ли ей выходить замуж за заключенного? Нет, нет, вот, пожалуй, прям. Мужиков нормальных нет на свободе, что ли? Ну, после развода я еще пока не встретила. Ну, просто включи голову, сама подумай. Хорошо, трезво, ты не знаешь его совсем. Ты не можешь представить, что он реально влюбился и то, что у него реальное чувство ко мне? У меня кажется, все равно у него какая-то выгода есть. Как он мне объясняет, он хочет со мной расписаться, чтобы я уже больше никуда не делась. Чтобы, ну, здесь не нашла другого и замуж здесь не вышла. Он что, блядь, свечку будет держать, что ли? Я не понимаю. Ты можешь ходить налево-направо, он даже об этом не узнает. Прежде чем принимать такие решения, они какое-то время, ну, живут друг с другом, узнают друг друга. А вы совсем этого не знаете. Вот на расстоянии. Старший брат Ольги категорически против того, чтобы она выходила замуж за заключенного. Анастасу Ильясову 36 лет. Мужчина отбывает наказание в исправительной колонии номер один в городе Владимир. Че-то он как покемон преобразовался из обычного парня у какого-то уничтожителя. Че борода делать с людьми? Анастас осужден сразу по трём статьям Уголовного кодекса России. 166-й – угон транспортного средства. 139-й – незаконное проникновение в частную собственность. И по статье 112-й – причинение вреда здоровью средней тяжести. Срок заключения составил три года. Два года наказания мужчина уже отбыл. Подожди, пять же лет ему было, вроде говорили, давали, нет? Или я попутал что-то? Тем более вообще год остался ему сидеть. Ерунда, то же самое, как брекеты носить. Анастас родился в столице Карачаевой Черкесской Республики, в городе Карачаевске. Его родители работали на местном конденсаторном заводе. Отец – начальником бригады, а мать – начальником караула в охране. У мужчины есть старшая на 8 лет сестра Наталья. Она живёт в Кисловодске вместе со своим мужем и двумя детьми. В снатуре, наверное, гоняет только так. По вторникам. Руководство колонии номер один в городе Владикавказ предоставило возможность редакции проекта «Ждули» пообщаться с Анастасом по видеосвязи. Я хотел вообще, если честно, сам поступить на худограф, на художественную графическую факультет. Но потом по настоянию... С окрасками пошёл, не в тот дом зашёл. Испугался, сел в машину, убежал далеко-далеко-далеко. От родителей он поступил на юридический факультет. Анастас осуждён уже третий раз. Первое своё преступление он совершил в 2006 году. А, всё-таки не случайность. А, ну третья случайность. С кем не бывает. Это как, ну, не знаю, по плохой дороге ехать. А у тебя же четыре колеса. Три колеса лопнуло, но одно ещё тащит. Тогда мужчина учился на третьем курсе российского социального университета на юриста. Видимо, юриспрезенции не очень хорошо учили. Блин, уголовное дело-то я ещё не учил. А вот, ну, всё, административка, всё, что я знаю. Это я не знаю, откуда я могу знать. Вместе с друзьями он совершил грабёж. Его осудили по статье 161-й части 2. Грабёж группой лиц по предварительному сговору. И 162-й части 2. Разбой, совершённый группой лиц по предварительному сговору. Тогда Анастас пробыл в СИЗО 10 месяцев. И в 2007 году ему вынесли приговор. Условный срок. Уполнено поддурное влияние окружающей среды. После того, когда я ослабил. Да, ну, весна была, что-то навеяло. Как вообще не могу понять. Окружающая среда прям надавила. Я думаю, ну, блядь, что бы не украсть. Убился в 2012 году. Я в 2008, 2009, 2010 году. То есть у меня там ни одного привода, ни одного пакта. Положительно. Какой-то дебош или ещё что-то. В 2010 году у Анастаса умерла мама. Она была для меня самым дорогим и близким человеком. Я потерял как бы интерес вообще ко всему. Ну, вот, то есть стал вести такой антисоциальный образ жизни, что в конечном итоге это привело к тому, что меня осудили за грабёж и ещё приплюсовали условный срок, который мне был назначен в 2006 году. В 2010 году Анастаса осудили уже по трём статьям. По статье 139 первой части «Незаконное проникновение в частную собственность». По статье 166 первой части «Угон транспортного средства». И по статье 112 также первой части «Нанесение побоев среднего вреда здоровью». На этот раз Анастасу присудили 7 лет колонии общего режима. На тот момент Анастас встречался с девушкой. Но когда ему вынесли приговор, пара распалась. Логично. Я сам настоял о том, чтобы, короче, она меня не жрела и складывала свою жизнь, и чтобы она не тратила свои годы жизни, ожидая меня. Ну вот. Ты же вполне адекватно рассуждаешь. Ты же прекрасно понимаешь, что у неё дочь есть. То, что тебе осталось сидеть, ну, там, какой-то срок. Сейчас зачем ты другого человека привязываешь? Одному, получается, жизнь подарил, другого украл. Хотя по привычке. Почему бы нет? Анастас вышел из колонии в 2017 году и устроился на работу кладовщиком. Во время пандемии компания, в которой работал мужчина, закрылась. И он остался без работы. В январе 2021 года Анастас снова совершил преступление. И его осудили по трём статьям Уголовного кодекса. По статье 139 «Незаконное проникновение в частную с...» Из дома разрешили выходить. Сразу вышел, ограбил. Собственность. По статье 166 «Угон». И по статье 112 «Нанесение побоев в средней тяжести». На этот раз срок его заключения составил три года. В колонии Анастас начал знакомиться с девушками в социальных сетях. Одной из них оказалась Ольга. Изначально я думал, ну, да, прикольная девушка. Потом, спустя недолгое время, думал, да... Очень прикольная девушка. Почему бы не завязать серьёзные отношения? Блин, вот как хорошо пообщаться с хорошим человеком. А потом я уже... Спустя уже там дня три я уже понял, что я уже скучаю. Я понимаю, что я действительно люблю этого человека. Да. Случайно там ещё таких человек пять нету. Может, шесть. Которых тоже очень любишь, очень скучаешь. И взгляд, голос, поведение, манера общения. Бывало, мы начинали говорить разные вещи, а заканчивали одновременно, говорили одно и то, что... Я хочу, чтобы она была... Ну, это судьба, всё точно. Моя женой, и чтобы мы были вместе до конца наших дней. Я до сих пор очень переживаю. Не сделала роковую ошибку, не отказалась. Что-то я на него смотрю, вообще ни одного слова ему не верю, если честно. Есть такое чувство, что он, ну... На стороне у него не одна женщина есть. А это так, знаете, разменная монета, а-ля, которую вот можно использовать. Ну, это пока первое мое такое впечатление. Я, конечно, не уверен, что вроде бы так всё серьёзно говорит. Ой, как увидел, сразу понял. Мысли заканчиваются вот буквально в унисон. Ольга хочет выйти замуж за Анастаса. Но она больше всего боится, что этим помешает дочери поступить в ведомственный вуз. А ты его вживую увидела, вот, или вы просто только по телефону общаетесь? Я съездила к нему на длительное свидание. И вот тогда вот окончательно поняла, что это мой человек. После негативной реакции брата, Ольга решила посоветоваться, как ей действовать в сложившейся ситуации с лучшей подругой, Анной Литвиновой. Слушай, как ты... Я не понимаю, зачем нам показывают вообще, как эти люди ходят, спрашивают чей-то совет, когда совет нахуй ей не нужен. Думаешь, как отреагирует на это мама? Ну, мама у тебя достаточно спокойный человек. Она, может быть, молча это перенесёт. Как начать с ней разговор об этом? Наверное, как-то издалека вообще надо будет подходить к этому моменту. Сначала сказала маму, есть парень, да? А Кристине? Потом он занятой человек, делами занят. Хобби – сидит. Прямо любит сидеть. По несколько лет любит сидеть, прикинь? Вот насчёт Кристины не знаю даже. Она, возможно, это в штыки воспринят. Чтобы это было более мягко. Преподнести мягко. Преподнести ей. Сначала маму, может быть, мама, если она тебя поддержит, то уже вместе с мамой как-то. Куда она лезет, зачем это ей нужно, я не понимаю. Вот это, бля, лучшая подруга. Ну, ты поаккуратнее, конечно, приговори. Ну, мама, конечно, перенесёт, да, как и первый инсульт, и как и второй инфаркт, да. Ну, она как бы уже старая, её особо не жалко. Но дочке, конечно, надо по-другому говорить. И вот эта вот маска залетает. А я вообще не понимаю, куда она, бля, лезет. Третий брак идёт. И чё она портит свою жизнь, бля, дура тупая? Вокруг есть много достойных и интересных мужчин на свободе. А ты вот не думаешь, что у него помимо тебя ещё какие-нибудь там есть женщины, которые тоже так же ждут, там, по всей России там штук пять ещё разбросано, и он каждым периодически там по расписанию названивает? Очень, да, боюсь. Может, кто-то к нему на короткие свидания приезжает, там. Может, кто-то посылки ему шлёт. Хочется верить ему. То есть ты доверилась, да, всё-таки? Да. Не факт, что этот тюремный роман продлится, когда он выйдет. Это первое мое отношение с зэком. Я хотела узнать, как на самом деле. Все обманывают или всё-таки есть хорошие финалы? Ольга, ты... Конечно, меня извините, но я чем больше это шоу смотрю, чем больше у меня выводы такие есть, что они, ну, не чувствую ещё, блядь, а секс на стороне. А секс, видимо, за решёткой ещё больше возбуждают. Там просто некоторые персонажи есть такие, которые, ну... Ну, как бы, а куда ещё? Только зэком. Это только моё субъективное, само собой. Возможно, я не прав. Осудите меня, конечно же, в комментариях, но... Чем больше я смотрю, что их туда привлекает, и это всё скрыто за такой... Эмалию любви, блядь, скажем так. А когда она стирается, становится очень больно. Пока отбывает наказание, она решила встретиться со своей знакомой, Юлией Павловой, которая дождалась мужчину из местных решения свободы и вышла за него замуж. Ольга познакомилась с Юлией несколько месяцев назад в социальных сетях. Они списались, встретились и теперь тесно общаются. Ну, я-то чувствую, что-то не то. Телефон ложат обратной стороной, то есть это уже что-то не так. Там где-то... Ну, я там пошёл к друзьям вечером. Думаю, блин, какое к друзьям, если я как бы ждала тебя столько, хочется вместе побыть. Я стала там кое-где проверять в телефоне. Оказывается, у него ещё там, на тот момент, уже были другие женщины. Прям в колонии? Да, он с ними переписывался, так же самое. То есть я не одна была далеко. Ну, естественно, я не стала этого терпеть. Я сказала, извини, дорогой, мы будем разводиться. А она ещё извинилась. Ну, какая вежливая. Молодец. У меня сомнения есть. А вдруг тебе какая-нибудь приезжает, посылки присылает, заочница. Заочница? Просто ты когда здесь будешь... Ну да, у очницы-то где-то времени они учатся, а у заочницы все свободные. Там план есть. Какой план? Посылок передай. Когда ты здесь будешь, то есть можешь его увидеть, посмотришь, от кого там приходит и что. Ну, когда я приеду, это уже поздно будет. А мне надо сейчас разобраться, узнать, есть у тебя ещё кто-то или нет. То есть на слово ты мне не можешь поверить? Нет, конечно. Ну, хочешь проверить мои соцсети, а тебе там все логины и пароли. Вот прям сейчас зайди просто, чтобы ты не успевал. Не, ну, молодец, молодец. Надеюсь, не фейковые они. Ну, чего исправить там близким-то? Хорошо, я проверю. Анастас сразу прислал Ольге логин и пароль от своей страницы в социальных сетях. Что вы зарабатываете в его страничке? Писать знакомым. Привет, срочно нужны деньги. Отправь, пожалуйста. Привет, милый. Че, как долго не писал? Милый? Почему со мной больше не общаешься? Че? Все отлично. Ты как? Как работа? Хорошо выглядишь. Что за парень на фотке? Да так, брат. А я думал, жених. Смех. На фотке жених. Вот брат так обнимается. Да, конечно, братик. Качество, конечно, ожидает лучшего. Но... Привет, милый. Че, как долго не писал? В смысле, как долго? Пять минут прошло. Что за фейковая переписка? Что у вас, блядь, память на три секунды, что ли? Точнее, на пять минут? Долго не писал. Милый? Почему со мной больше не общаешься? Обиделся? На ответ невеже уже прочитала. Анастас перезвонил Ольге из колонии. Мужчины – примерное поведение и нет штрафных взысканий. Поэтому руководство разрешает ему общаться с родными и близкими по телефону практически каждый день. Что там у тебя за переписка с надеждой какой-то? Это что такое? Я чуть не поняла. Ты тоже так со мной переписываешься и бросишь? Ну, как бы не все знаешь, поэтому у тебя такая реакция. Так, скажу тебе, ну, это девушка, как бы, все было хорошо. Потом я начал узнавать за нее вещи плохие, в которых она меня обманывала. В результате, что привело к нашему расставанию. Ну, там, я ей звоню, не могу дозвониться. Вот, там, постоянно, короче. Или звоню, какой-то мужик поднимает, там, или еще что-нибудь. Я просто не вижу смысла таких общений. А что ты тут общаешься? Ну, что-то, вежливость или что? Воспитание? Ты до сих пор пишет. Я что-то не поняла, почему? Для чего? Ты не можешь ей написать, что не пиши сюда, или заблокировать, или что-то еще. Ты же знаешь, мне кроме тебя никто не нужен. Поэтому, не знаю, можешь, хочешь, я на грубее, хочешь, заблокирую от моего имени. У меня в сердце только одна женщина, это ты. Все у нас будет хорошо. Ну, Толстой, просто, как пишет, как говорит. Не, ну, пока сложно, как бы, да, его аргументом парировать, потому что, ну, конечно, странная переписка была. Удаляй, вот тебе соцсети, все такое. Как-то слишком уверенно, слишком, слишком гладко. Никто, кроме тебя, не нужен. Я люблю тебя. Ну, сердце мое верит ему. А дочери твоих сердца не верят? Дочке, ты не хочешь образование, помочь, я не знаю. Тебя ничего не просят, просто не делать ошибку такую. Анастас в очередной раз напомнил Ольге про предложение выйти за него замуж. Но пока она не готова на этот шаг из-за переживаний по поводу поступления старшей дочери. Просто скажи ему нет. Вот факты, почему мы это не обсуждаем, почему мы рассуждаем об этом. Кристины в ведомственный вуз. Перед тем, как говорить с дочерью... Она еще сейчас пойдет с дочерью разговаривать об этом. Вот сейчас? Доча, ну вот я его люблю, он поисправит... Да дело-то не в этом. Мама! Как бы это все остается в деле. Ольга решила сначала рассказать про свой роман с заключенным маме, Елене Шершневой. Я познакомилась с молодым человеком, но он сидит. Где? В тюрьме. Он мне предложил выйти замуж за него. Как ты к этому относишься, если я выйду замуж за уголовника? Сколько ему еще сидеть? Год. Нет, мне эта история не нравится. Я бы не стала связываться. И тебе советую тоже. Честно, мое сердце лежит к нему. Он очень хорошо ко мне относится, понимает меня. Я не хочу, чтобы ты свою судьбу связывала с этим человеком. Я его очень люблю. Любовь сегодня есть, завтра нет. Вообще никакой свободы я не хочу. Ни в колонии, ни на воле. За советом Ольга решила обратиться в сообщество «Ждуль» в соцсетях. Там общаются женщины, у которых мужчины находятся в местах лишения свободы. Ей написала и предложила встретиться «Ждуля» Инна Кутузова. Женщина несколько лет назад тоже стояла перед выбором. Любимый мужчина или ребенок? Инне 45 лет. В 2018 году она познакомилась в соцсетях с заключенным Олегом. На тот момент она была в разводе и воспитывала 10-летнего сына. Олег сделал Ирине предложение выйти за него замуж. Но все родственники «Ждуля» были категорически против брака. Какая челка, вау. Просто смертельная коса называется. Меня отвернули все родственники. С сыном было вообще очень все печально, потому что мы собирались поступать в кадетское. У меня там сестра с юридическим образованием. Она мне объяснила, что если я выйду замуж за такого человека, последствия моего ребенка будут плачевные. Не знаю, может быть, это тоже была моя любовь. Может быть, но, по крайней мере, я счастлива, что у меня сейчас есть мать, у меня есть мой ребенок, у меня есть муж. Я нашла себе мужчину реального, который не сидел. Сын, слава богу, поступил. Он достиг своей мечты. И хочется, чтобы у тебя тоже сложилось все очень хорошо. У меня, получается, старшая дочь хочет поступать, если я выйду замуж за зэка, будут сложности в карьере. Почему нельзя просто повстречаться? Почему нельзя просто пообщаться? Почему сразу замуж? Я еще не решилась полностью выходить за него замуж или не выходить. Пусть она поступит, а потом, да, уже подумайте о замужестве. Логика, блядь. Логика. Логика, правда, нам не стоит сразу же расписываться? Пожить сначала, узнать друг друга. Ну, конечно, конечно. Надежда. Перед тем, как ты же, в частности, да, купить, грубо говоря, обувь, ты хотя бы знаешь, какой твой размер, ты ее хотя бы меряешь, грубо говоря. Там, походишь, чуть-чуть поймешь, твое не твое. Зачем? Нет, примерно, конечно, говно. Ну, вы поняли, о чем я. Что мама поддержит и посоветует, как рассказать обо всем Кристине, не оправдалось. Ольга пока не знает, как ей действовать в сложившейся ситуации. Я подумаю, несколько дней, я приму какое-то взвешенное решение. Я хотела про Кристинку. Она хочет поступать в Санкт-Петербург. Это кто, батюшка вообще, что ли? У кого она спрашивает мнение? Я не понял. Я переживаю, если я выйду замуж за Анастаса, раз он судимый, что все равно она анкету... Просто дед прокаляющийся. Это внучка, я тебе помогу тебя. Это кто такой? Дай поесть. Везде оставляет. Я не слышал просто, кто это, я здесь что, извиняюсь. Нет, она должна анкету оставить отец. Отчим, это ж не юридические, не родственные отношения. По родной линии, да, смотрят? Родной дядя Ольги, Николай Васильевич Шершнев, 32 года проработал юристом. Он успокоил ее и сказал, что согласно закону, у Кристины не может быть проблем при поступлении в ведомственный вуз в случае брака матери с заключенным. Супер! Но нахуй это нужно? К чему такие риски? Так как отчим юридически не считается родственником. После разговора с дядей, Ольга успокоилась. Но пока она все равно не готова рассказать старшей дочери о романе с заключенным и о том, что хочет выйти за него замуж. Я познакомилась с мужчиной, и он мне очень нравится. Его зовут Анастас. А где он живет? Он в Владикавказе сейчас. Я бы хотела, чтобы он с нами жил. Ты с Кристиной всегда будешь на первом месте. Привет! Привет, привет. Кто там у Маля? Ты хочешь познакомиться? Да. Я тебя звучно, понял? Немного за тебя мало рассказывала. Меня зовут Анастас, ты же знаешь. Да. На следующий день Амали... Я за тебя много знаю. Будучи я 8-летним ребенком, естественно, я бы испугался, если бы мне так дядя с телефона бородатый сказал. Я себя буду очень сильно хорошо вести. И на Новый год мне подарков не надо. Спасибо. На выходные забрал ее отец, бывший муж Ольги Геворг. Девочка рассказала папе про Анастаса и про то, что она уже познакомилась с ним по телефону. Он в бешенстве. Мама, почему он тебе звонит? Я понимаю, он... Ну, чтобы бесполезно разговаривать. Судьбы дочери. Он отец, он имеет право. Ему вообще какое дело? Мы с ним развелись. Мы все... Большое дело. Ну, давай тогда ребенка. Пусть на то пошло. Разошлись. С кем я встречаюсь, это не его дело. Нет, дорогая. Ему важно знать, кто рядом с дочерью будет находиться. Поэтому надо тебе разобраться. Геворг не имеет права лезть вообще в мою личную жизнь. Мы с ним развелись. Все. Пусть отстанет от меня. Зачем ты моей маме звонишь? Это моя жизнь. Что хочу, то и делаю. Понимаешь? Что? Не подобного. Твоя жизнь. Но у нас есть... В нашей жизни есть ребенок. И пока он у нас есть, мы решаем все вместе. И с зэками знакомить мою дочку не надо. Наша дочь будет жить с зэком. Да, конечно, не будет такого. Никогда такого не будет. И твоей матери я звоню, чтобы понять, что с твоей головой происходит. Ты вообще уже с ума сошла. Если честно, я полностью мужика поддерживаю. Полностью, блядь. Ты при чем моя мать? Не надо моей матери звонить. Если надо, звони мне. Со мной разговаривай. Это с тобой разговаривать невозможно. Ты уже совсем с ума сошла, блядь. Невозможно с тобой разговаривать. Ты с зэками встречаешься, блядь. Иди, блядь. Геворг сказал Ольге, что если она не прекратит отношения с заключенным, он напишет заявление в органы опеки и заберет у нее Амалию. Господи, а если правда он заберет ребенка, что я буду делать? Блядь, чем нахуй думаете, блядь? Какую часть его, блядь, вагина? Потому что, я не знаю, ну это не мозг, блядь. У тебя есть старшая дочь, которая живет уже с бабушкой. С которой, видимо, у тебя какие-то там, я не знаю, непроблемные уже отношения. Ты хочешь создать ей еще больше проблем в будущем, грубо говоря, с поступлением. Хотя, там, ну не может быть проблем, потому что это отчим. Но я не знаю, я бы не стал рисковать именно документально таким образом. Появилась вторая дочка, которая маленькая, есть отец у нее. Если ты любишь, пи***, как этого мужчину, логично то, что ты должна посоветоваться с отцом этого ребенка. Поговорите ему об этом, не знаю, объясните это ему все. Потому что, вот, делая вот эти какие-то обходные пути за коридор, это, блядь, кринжательно. Ну, я не знаю, то же самое, если бы твой ребенок жил бы с отцом, да, ты бы занимался своей жизнью, как бы, там, перешали бы. И он приводит домой, я не знаю, какую-то там, алкашку-наркоманку бывшую. И говорит, да она исправила все, ну она просто травку немножко шабит, ну это не наркотик, зая, ты чего? Ты чего? Нет, я не знаю. Ольга все откладывает разговор с Кристиной. Свою маму тоже попросила ничего и не говорить. Для женщины важно разобраться теперь с новой проблемой. Угрозами Геворга. Вечером Ольге позвонил Анастас. Она рассказала ему о разговоре с бывшим мужем. Возьмет и заберет. У вас есть юридическая контора, может, там, с каким-нибудь юристом, по семейным делам, специалистом, чтобы на основании закона прав, чтобы он не смог этого сделать. Ребенок проживает со мной, прописан в моей квартире, получается. Алименты он официально, официально я подавала несколько лет назад, но я забрала, он тогда выплатил мне. Сейчас официально я не подала, но он какие-то, ну какие-то дает деньги, ну очень мало, ну как бы мы сошлись на этом. Ольга Шершнева записалась на прием к адвокату по семейным вопросам. Для того, чтобы Ольга Шершнева записалась на прием к адвокату по семейным вопросам. Для того, чтобы лишить мать родительских прав, должны произойти существенные какие-то факты. В частности, например, мать должна уклоняться от родительских прав, от их исполнения. Мать может совершить умышленные преступления. Я тебе голову сходила, лучше помыла. Влюбилась она там. С собой немножко поухаживаю чуть-чуть, а то хочешь какие-то проблемы непонятные, решаешь. Детьми занималась лучше. Всем хочется любви и счастья, всем! Против своего ребенка в части причинения вреда жизни, либо здоровью, все эти обстоятельства регулируются 70-й статьей Семейного кодекса Российской Федерации и достаточно обширно представлены в правоприменительной практике. Как правило, суды редко применяют данные о наказании в отношении матери и лишают ей родительских прав. И даже не зависит, по какой он статье сидит. Сам факт вступления в брак с осужденным, который на настоящий момент находится в местах лишения свободы, либо отбыл наказание, не является абсолютным основанием для лишения матери родительских прав. Ольга, я вам рекомендую, в случае, если существуют риски того, что отец ребенка может предъявить соответствующий риск, чтобы определить место жительства ребенка с отцом, я вам рекомендую начать сбор доказательств в вашу пользу. Это характеристики с работы, это характеристики относительно детей с школы. Переговорить с классным руководителем, возможно, будет необходимость его участия в судебных заседаниях. Ты понимаешь, это все, это просто пыль в глаза. Дело не в юридических моментах, совершенно. Мы переживаем за фактические моменты, потому что, как говорится, нету тела, нету дела. И не хочется доводить до этих крайностей. Как родители переживания такие, это нормально. Вам необходимо будет получить справки из управляющей организации по дому, которая обслуживает вашу квартирную дому, относительно того, что у вас отсутствует задолженность. Получить сведения относительно отсутствия у вас исполнительных, в отношении у вас возбужденных исполнительных производств. Также рекомендую получить справки из психоневрологического и наркологических диспансеров, относительно того, что вы не состоите на учете. Ольга рассказала своей подруге Анне о том, что Геворг угрожал ей забрать Амалию. Но она уже сходила на прием к юристу, который убедил ее в том, что согласно закону, брак с мужчиной из мест лишения свободы не является поводом лишения родительских прав. Закон на ее стороне. Бедная Ольга в такой тяжелой ситуации. Я не знаю, как бы я поступила, вышла бы я замуж или нет. Я была у юриста, и юрист мне сказал, ты никаких прав не имеешь забрать у меня дочь. Конченая, просто конченая. Да он никто. Мы с ним развелись. Все, он для меня никто. О своей позитивной встрече с юристом Ольга рассказала Анастасу. Он обратно. Хотя в нашей стране чаще всего на стороне матери, оно и понятно. Ну, бля, не знаю, что-то... Не хочу прям поддерживать сильно мужика в этом плане, потому что мог бы и больше ребенку внимания уделять. И поторопил ее с принятием решения о замужестве. Ольга сказала, что она так и не рассказала о нем своей старшей дочери Кристине. Кристина, ну он очень хороший человек, но он хочет исправиться. Кристина, он от меня денег не требует, посылок не требует. Он мне денег... Да ему особо-то и не надо там, чтобы разгуляться. Он в фудкорт не гоняет, я не знаю, там. В казино не играет. Не присылает. Я хочу создать семью крепкую, надежную. Кристина категорически не поддерживает идею матери выйти замуж за заключенного. Она отказалась сниматься в проекте «Ждули» и высказала обиду на мать, что та всю жизнь занималась своей личной жизнью, пока она жила и росла с бабушкой. Во-во! Мне так сильно не хватало любви матери, потому что я была одна. Мой папа пил, а мама работала на работе, у нее не было времени на нас. То есть делала ровно то же самое со своими детьми. Может быть, даже еще и хуже. Есть ощущение, что я эгоистка к своей дочери. Просто выслушать не надо, кидать трубку. Выслушала там, да-да, я поняла тебе, сказала бы, и все. Почему я ей не рассказывала? Потому что мне самой вся эта ситуация не нравилась. Да, я осознанно понимаю, что это зэк, блин. Он заключенный. Ну, мою п***ю. Да, сейчас поплатишь. Как раз суп подсолить надо. В слезах Ольга рассказывает матери, как на нее обижена старшая дочь Кристина. Какие она говорит ей болезненные вещи. И ни о какой поддержке замужества речи не идет. А через час Ольге звонит брат Сергей, которому Кристина пожаловалась на то, что мать может испортить ей карьеру своим новым браком. Как какое-то болото себя толкаешь. Мужика не найти, что ли, тебе, или че? Я его полюбила. Ну, это дичь. Это омут какой-то. Я переживаю, все за тебя переживают, а ты вот такое творишь. Я перед выбором между чем и чем выбираю. Между своим счастьем и дочерей. Так выбирай свое счастье, если на то у тебя пошло. Ты просто юридически это не подтверждай и так далее. Неужели для любви нужны какие-то бумажки? Это обратиться за советом к психологу проекта «Ждули» Екатерине Святкиной. Что чувствуете сейчас? Не хочу принимать решение. А кто в этой ситуации может еще принять решение, кроме вас? Конечно, только я. Это моя жизнь. И жизнь моих детей. Что-то внутри сидит, как будто я взрослый человек, 38 лет. У меня могут быть уже внуки. А я не хочу принимать решение такого, что потом и семью больно не сделать, и дети. Я правильно понимаю, что вам важно и решение вроде бы принять, и остаться хорошей для всех остальных? Для всех остальных я не хочу быть хорошей, я хочу именно для детей. Во-первых, ей нужно выстроить эту иерархию, семейную иерархию, у себя в сознании, в подсознании, то есть понять, но... Будет там работать, значит, еще и работать. Она не должна вмешиваться в дела взрослых. Это не ее забота, с кем будет мама. Ну так, если по-честному. Но мама... По-честному, как бы, то да, но ребенок уже 18 лет, ему скоро. Он тоже взрослый. И ребенок выбирает определенную профессию. И, насколько я понял, мама особо не уделяла внимания этому ребенку, ну, не дарила много тепла. И дочка, наверное, просит сейчас только об одном. Мама, ты живи, как бы, своей жизнью, наверное. Ну ладно, даже, может быть, на этого и не просят. Вот, ну, не строя стену перед моим будущим в виде вот своей любви, юридически. Ты можешь ее построить, как бы, как я и раньше строила, занималась своим этим, я жила своей жизнью, чтобы это на меня сильно не влияло. Можно же это так сделать? Мама тоже не стоит на своем месте. То есть первое, что нужно сделать, это навести порядок и понять, кто есть кто. Как она это сделает? Я вот мама, самое главное, да. Есть моя дочь, еще одна моя дочь и есть вот этот вот партнер. Да там видно, что там не все в порядке-то. Там собирать-собирать надо, там пазл вообще разбросанный. У меня есть моя... Не удивлюсь, если она еще мир до сих пор видит в черно-белом цвете, бля. Жизнь. Нужно понимать вот еще что. Ваша дочка не может управлять вашей жизнью, вашими отношениями. Вы можете управлять своей жизнью, своими отношениями, например, заботясь об ее благополучии. Вы можете принять решение, например, сделать так, как будет лучше ей, потому что вы мама. Можете, но не обязаны. Да, дети иногда обижаются, но это не значит, что они влияют на то, кого мы выбираем. Это вы выбираете себе партнера, не она. Чего вы лишите себя, если вы прекратите эти отношения? Вот этой нежностью, что так можно? То есть вы нашли свое счастье там? Да, я в этом человеке увидела свое счастье, что он мне может его дать. А сколько... Когда он выйдет из тюрьмы? Год. Зачем вам выбирать или-или, когда вы в этой ситуации можете выбрать и-и. Просто остаться в... в гражданском браке. Угу. Ну, он на этом настаивает. Тоже его не хочу обидеть. Можно ли? Да кто он тебе, блядь, такой, блядь? Чтоб ты его не обижал, блядь? Он дарит тебе любовь и ласку, блядь. Этого должно быть достаточно. Ты его даже не видел, или видел, я не понял там еще. Сказать, что вам... Обидеть, блядь! Врослый мужик, блядь! Три раза в тюрьму сел, блядь! Обидеться, еб... За ногу! А он может и судью, и адвокат еще обидится, блядь! Кужин. Обидчивый мужчина. Нет, он далеко не обидчивый. А почему же... Иди-ка нахуй, блядь! Может расстроить? Боялась. Как я буду жить через 10 лет? Вот этим вопросом хорошо бы задаться, для того, чтобы принимать какие-то вообще решения и выборы. Потому что, когда женщина бросается в брак, вот в эти отношения здесь и сейчас, она, как правило, вообще не смотрит туда вот далеко. Согласен. И поэтому многие из отношений в отношения перерастают сразу же. Когда старое отношение еще вопрос не решено, а в новых уже полный пиз... Мы, люди, согласитесь, отчасти идиоты вообще страшные. Все подаемся эмоциям, да. Ну, хорошо друг друга осуждаем. Вот, допустим, я не люблю вот, ну, из людей одного только человека. Это себя. За собственные глупости, за собственные поступки. Все, что кто меня осуждает, мне причем как бы по барабану. Хуже всех и больше всех себя ненавидит и одновременно любит, это только я. Я вот кусок говна, который греет сам себя, блядь. Вот так вот. Ой, ну это, это крайность! Анастасу отказать. То, что мы можем с ним расстаться из-за этого. А я хочу быть с этим человеком. После встречи с психологом проекта Ольга Шершнева решила еще раз рассказать своей старшей дочери о своих чувствах. Да, он сидит. Я его очень люблю. Он на самом деле очень добрый, хороший человек. Да, ступился в жизни. Да что ты, господи, платишь-то? Что ты заводишься, как пластинка? Мне нужна твоя поддержка. Чья? Кристина на слезы матери не реагирует. Да правильно делает, блядь. Что это, выплакивает этот одобрение, что ли? Если на то пошло, то сама решает, пускай. И твердо заявляет, что... Это просто перенос ответственности на дочку. И все. Ну и главное, что дочка одобрила. Я как не понимаю вот этих, как бы, зэков, которые просят выйти за них замуж, руша отношения внутри дома. Ты, я не знаю, ты просто какой-то, получается, являешься каким-то определенным вирусом на расстоянии, даже не находясь там. Ты разрушаешь, ну, очаг какой-то семейный изнутри. Почему нельзя пойти тупо навстречу, блядь? Да, дочка есть, да, есть прошлое. И как-то мириться с этим. Ты пока еще не вышел, но ты уже там какие-то свои правила уже устанавливаешь. Это не делает, то не делает, там, и так далее. Я понимаю, там, если бы она там, ну, выбирала бы между мужчинами, там, да, и как-то еще вот это вот, была какая-то сцена ревности, она выбирает перед родной дочерью. Ты как мужчина, ну, мне кажется, по крайней мере, да, это пусть будет мое мнение субъективное, ну, можешь сократить срок за счет этого, но через какую боль испытания ты проводишь свою любимую женщину? Мне это не понять. Хотя ошибок я сам дохера сделал. ...своего решения. А мама Ольги, ее старший брат и подруги убеждают ее в том, что она совсем не знает Анастаса. Конечно, не знает. Нужно дождаться его выхода из колонии, чтобы пожить вместе. И она, конечно же, провела решение туда полететь. Вот, он с ней, она будет довольна, вот так поедет домой, будет светиться, скорее всего, на какой-то кинетической энергии летит самолет, вернется домой, она скажет, как хотите, я наебана, я влюбилась. Все, выхожу замуж. Да похуй, не роднулька. Так и быть. И тогда уже принимать решение. Мнение родных Ольга озвучила Анастасу. Он предложил ей узнать его лучше через родную старшую сестру, которая готова с ней встретиться. Из Пскова Ольга полетела в минеральные воды. Ладно, поторопился с выводами. Сори. У нас мама его очень всегда любила. Так получилось, у него был старший брат, и он погиб. И вот как-то вся мамина любовь, она аккумулировалась на Астаса. И, ну, он был прям залюблен мамой. Мы даже ревновали, ну, я даже ревновала. Его как-то мамина любовь не особо испортила. Он очень хорошо учился. Вообще, он школу без строек закончил. Старался всегда сделать так, чтобы ее не огорчать. То есть, вот, были моменты, он там где-то с друзьями мог пойти встречать Новый год, и он всегда говорил о том, что я в 12 часов обязательно должен быть дома за столом с семьей. Он никогда не был в браке? Не был, да, к сожалению, не был. Почему? Ты же сидел три раза подряд. Он такой хороший человек. Не знаю, как-то вот у него, почему-то не складывалась с девушками. Потому что сердечко свободное ждало только именно тебя, дорогая. Отношения, может быть, искал, как говорится, когда мама очень сильно любит, мы ищем такую же маму, а такой же маму найти не мог, видимо. Он ищет себе маму. Супер, взрослый мужчина. Очень нужно женское тепло. Это однозначно то, что я могу сказать про него. И вообще я бы сказала, что он немножечко... Ну так мы же ищем ему жену, а не мамочку, чтобы было женское тепло. Вы, конечно, меня извините, там, да, с учетом всех трагедий. Человек взрослый, у нее своя жизнь как бы. У нее двое детей, и еще нужен третий. Взрослый мужчина в виде ребенка. Так слегка-слегка неповзрослевший ребенок по характеру. Ну, немного взрывное это есть. Можем взорваться. В детстве он был очень хорошим. Кстати, вот этот его последний залет, это же вообще до смешного. Он, если дал кому-то слово, он в доску расшибется, у него сразу отключается мозг, но он все сделал, чтобы это слово сдержать. Он 1 января пообещал своему другу, там друг куда-то чего-то вляпался, попал, что он приедет, ему поможет. Ну, что ты думаешь? Он вышел, он вызывал такси. Такси нет, 1 января. Все понятно. Он вскрыл машину, поехал, помог другу, вернулся. Лучшее решение. Я же как владелец автомобиля выхожу. Машины моей нет. Но она потом обратно приехала, просто какой-то чувак вскрыл мою тачку. Я говорю, блядь, пойми, я этот, как его, просто вскрыл, чтобы другу помочь. Чтобы у тебя такие же друзья были, тебе помогали. Спасибо, не надо. Алло. Машину помыл, в машине оставил тортик для хозяина записка и ушел. Он очень рука... Что? Еще контактные данные? А нельзя было, ну, я не знаю, другим друзьям обратиться, к соседям? Что угодно можно было сделать, если настолько хороший, понимающий человек. простый, поэтому ты даже не переживай. Может быть, за тортик ему еще срок сократили, да? Я думаю, что он выйдет, если он научился, вот, смотри, с этой стороны, герб, видишь, какой-то уже красивый. Если он научился такие вещи делать, то вы... там, скажу так, многие умеют такие вещи делать. Еще из хлеба вообще чуть-чуть сотворят. Точно без куска хлеба не останетесь. Зная, что Ольга в гостях у старшей сестры, Анастас звонит по видеосвязи из колонии. Мужчине дают возможность совершать звонки практически каждый день, так как у него примерное поведение и нет взысканий. Привет, дорогой. Привет. Привет. Так хорошо нам. Да, слушай, я тоже очень рада, что она приехала. Прям чудесное оно у тебя. Опыт был с семьей бывшего мужа. Они меня не приняли. А здесь меня сестра очень хорошо приняла. В Минеральных водах живет и близкий друг Анастаса Василий Додин. Ольга решила познакомиться и с ним, чтобы побольше узнать про возлюбленного. Я его немножко побаиваюсь. Он такой, ну, эмоциональный. Да, я все понимаю. В принципе, он был все-таки, ну, он очень сильно отходчивый. Он мог на дискотеке, там, знаешь, в драку полезть мог. Он, если знал, что если обидели этого человека, он как бы всегда заступался. Там, чтобы до полиции доходило дело, такого не было. Ну, а как он оказался так? У него столько судимости. Я думаю, что это его подкрасила смерть мамы, если честно. У меня только такое мнение. Потому что он как-то после этого сорвался. И к тебе он вообще что говорит? Ты его остановишь или нет? Ну, конечно, говорит, что все. Если он говорит, в принципе, как я его знаю еще вот, с параскового, то он взял к слову, в принципе. А тебе был у нас разговор по телефону. Я еще удивился, как вы там можете, как бы, найти отношения. И просто так он сказал, и все ляпнул. Нет. Он, как бы, это все, я так понимаю, у него было продумано в голове. Если он так себе проникся, я думаю, что у него уже все обдумано в голове. Там уже идет все на более серьезные отношения. Если честно, вот по общению с Олей я даже в чем-то уловил черты тетя Веры, мама Анастаса. И вот, мне кажется, что вот это конечная точка его, так скажем, блужданий. Это Оля, вот именно тот человек, который... Точка его блужданий. Поставлю точку на тебе. Жена-мама. Сможет ему дать семью. Вернувшись в Псков, Ольга встретилась с мамой и рассказала ей о поездке в Минеральные воды. Я не одобряю твоего поступка, но я все равно тебя поддержу и буду любить. Спасибо, мама. Я люблю тебя. Для меня это очень важно, что ты меня поддержала. Я не могу повлиять на ее жизнь. Она взрослая. Я желаю счастья для нее. Он просто... Просто... После позитивного разговора с мамой Ольга все-таки склоняется к замужеству с Анастасом. Поэтому она решила пойти выбрать свадебное платье. О, какая красота! Немножечко что-то это самое... В боках что-то пошло не так. Ну да. Ну мне не нравится. Оно красивое. Оно мне маловато. Надо смотреть еще. Надо все перемерить здесь. Я прям все хочу здесь перемерить. Как будто попугай в свадебном торте застрял. О, еще и разрез тут такой красивый. Да-да-да. Слушай, в таком платье и там на зоне замуж походить. Звучит романтично. Просто уши вянут. В таком платье прямо на зоне. Главное тональность. Подобрать все. Жизнь будет лучше. Что делать теперь? Не знаю. Так красиво. Замуж я только хочу. Семью. О-о-о-о. Детка, ты красивая. Слушай, ну смотри. Это получше будет. Цвет мне очень нравится. Да, цвет тебе идет. В белом я уже была замужем. Ну, тут прям в этом платье мы с ней парочка будем. В фиолетовычке. Серьезочке. Теперь зачем мне белая? И фата была белая. Неожиданно Ольге звонит Анастас. Да, я в свадебном салоне. Да, ты че, серьезно? Да. Девочка моя, ну и че, ты согласна? Нет, я, конечно, еще подумаю. У меня, кстати, когда тебя круче все писал. Какой? Ты дурак? Как это теперь разведите? Ну, романтик, конечно. Такое же сделать, что ли? Все свои, серьезки. Мовите, я же балбинючу кое-что другое услышит. Ты дурак? Мовите, я же балбинючу кое-что другое услышит. Ты че, балбинючу, что ли? Зачем тебе это надо? Ну, я знаю, что ты у меня одна единственная. Тогда надо было фамилию написать еще, если она единственная. Год рождения, дату. Знаю, что у меня навсегда. Я не знаю, что сказать на это. Сделал татуировку с моим именем. Я просто в шоке. Он даже со мной не посоветовался. Это такой шаг. Он взрослый, потому что не советуется. Решение принимает сразу. Просто непонятно. Он просто, ну, вот этим... Сейчас меня испугал. Меня тоже это смущает, потому что все равно, если взрослый мужчина, он действительно делает другие поступки, другие вещи, нежели татуировку. Да у него как бы немного вариантов там, из того, чтобы чем-то порадовать. Это один из, скажем так, топ-10 вариантов, как порадовать свою женщину, будучи на зоне. Ну, для меня, допустим, если вот мужчина очень много внимания уделяет, для меня это странно и непонятно. И то, что вот он ей названивает постоянно, это какая-то одержимость. Татуировка – это тоже какая-то одержимость. Несмотря на то, что... Ну, у нее был уже один такой. Вот. Сейчас. И... Тот был какой-то, вроде бы, кавказской, да? И это тоже кавказской национальности. И вот. И... Ну, они все равно такие собственники мужчины. Чаще всего. Не говорю за всех. Поэтому могут говорить, вот, вот ты тут под сердцем. И здесь со мной рядышком теперь только так ходишь. Понятно? Что мама стала поддерживать Ольгу, и на то, что она многое узнала, съездив к его сестре, Ольга до сих пор не может принять решение, так как старшая дочь Кристина не принимает ее выбор. Мама Ольге передала ей информацию, что Кристина теперь даже не хочет видеться с ней. И бабушка ничего не может с этим поделать. Давай попробуем написать. Надо все варианты испробовать. Только жрут сидят, только жрут, а? Я даже не знаю, что написать. Вот как правильно написать? Ну, начнем, наверное, с того, что у меня хорошая новость, или мне очень важно с тобой поговорить. То есть каких-то таких вот слов сразу вызывающих, чтобы она... чтобы ей было интересно дочитать до конца. Так, привет. Доченька. Хочу с тобой встретиться, поговорить. Хочу попросить у тебя прощения. Перед тем, как выйду замуж за зэка. Хочу попросить прощения перед тем, как разрушить твою будущую карьеру. Доченька моя любимая. Не обижайся на меня. Есть куча много хороших профессий других. Вся жизнь впереди. Поживешь, полюбишь, узнаешь. Там сидишь, что помогаешь. Не знаю, ты сама ушла от подобного типажа. Ты как бы, ну... Другое мнение можешь сказать. За ту боль, что я тебе причинила. Так много трагедии. Ну, все хорошо. Не все так расстроилась. Он все поймет. И поговорит с тобой. Несмотря на все попытки Ольги помириться со старшей дочерью, Кристина категорически отказывается принимать выбор мамы и твердо стоит на своем. Из-за этого Ольга принимает решение отложить свадьбу с Анастасом, пока он не выйдет на свободу. Ольга, вы молодец. Я надеюсь, в ближайшие 50 секунд не поменяется ничего. Но вы молодец таким решением. Это взрослое, серьезное решение. Я за вас рад. Свадьбу мы с тобой откладываем. Я хочу, чтобы ты освободился, приехал, чтобы познакомился с моими родными. Чтобы они узнали, какой ты человек. ЗАГС от нас никуда не убежит. Это было отчаянное решение. Да, это четко взвешенное решение. Я люблю тебя. Но ты мне пообещала, что ты будешь моя жену. И если надо для этого подождать, я тебе говорю, ты мне слово даешь, что ты будешь моей женой, что это со мной до конца моей день. Я люблю тебя. Ты меня. И это самое главное. Если надо через что-то пройти, мы через это пройдем. Вот, вот. Мы это решение вот сейчас хотели решали. Анастас, вот. Уважение в таком случае, если вот такое решение, и ей легче будет. И вам будет легче. На самом деле. Это, ну, вот. Гора с плеч, я считаю. Я никому не пытаюсь угодить. Это мое решение. Я на Стаса планирую дождаться. Остался год. Совсем чуть-чуть. Да, немного. Я дождусь его. Поживем немножко. Узнаем в быту. Он познакомится с моими родственниками. Я люблю этого человека. Ну, наконец-то. Сворка открылась там, да. Сквозняк подул. Свежий воздух пошел. Стало всем сразу легче. Он мне нужен. Дорог. Выпуск, как бы, ну, неплохой. Хороший. К сожалению, опять дети с нелегкой судьбой. Вроде бы и мужик, как бы, да, поадекватнее, чем там некоторые из прошлых выпусков. Хочется ему отчасти доверять. Отчасти, как бы, есть недоверие какое-то. Ну, у меня все равно, что после просмотра, знаете, я стараюсь смотреть внимательно, но расплывается. Будем искать их дальнейшую судьбу в других соцсетях. Смотреть. Это все будет у меня в телеграм-канале. Я нахожу, выкладываю себя там. Подписывайтесь. Все скоро у нас будет там 50 тысяч человек. Как и полмиллиона на нашем приятном канале. Большое спасибо вам за активность, за участие. Для меня это очень важно. Надеюсь, кому-то ролики помогают отвлечься. Надеюсь, у вас просто все хорошо. Берегите себя, своих близких. Наслаждайтесь собой и музыкой. Всего хорошего. С вами был Родион. Пока-пока.